Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Ему. Ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдаем заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Очень много богословских глубоких вопросов. И от них зависит спасение. За кого почитать Христа? Христос прямо вопрос задавал. За кого вы меня почитаете? И за кого люди меня почитают? Ну а этому научиться можно в течение одной минуты. Христос есть Бог, Он равен Отцу, равен Духу Святому. Это не три Бога, а Бог единый трех лиц. А все, богословие кончилось. Это самое важное, наивысшее. А Ему посвятили семь столетий. И разделились благодаря таким дотошным изысканиям. Да ведь еще не касались. Одно дело, сколько во Христе естеств монофилиты, сколько воль монофилиты, атофилий воли. А еще сколько есть качеств, вездесущие, все знания, все могущества, все благости. Еще поэтому не доспорили. Это еще новые, новые были бы деления. Мы спросим, а на суде Божьем Бог будет спрашивать вот эти все тонкости? Нигде не написано. А говорится, что я был голоден, накормили меня. Я же давно поили. Я был узником в тюрьме, томился. Житья мне не было, как я болел. А вы меня посетили, вы облегчили моим страданиям. И будут удивляться неверующие. Понятно, они его не знают, и где мы тебя видели? Ты же в Иерусалиме был, а я в Барнауле жил. А одному из малых всех вы не помогли. Вот где социальное это, служение людям. Вы не увидели в бедных меня, говорит Господь. И верующие Христа тоже не увидели. Просто жили, никакого понятия нет. Мы в каждом должны видеть образ Божий. Образ, который очень и очень бывает затемненный. И уметь мысленно эту темноту не видеть. А это человек, со всеми его заблуждениями, это вечное создание. Ну а где же путь спасения? Когда подошел юноша ко Христу и спрашивал, что мне делать, чтобы спастись? Христос говорит, как считаешь закон? И он говорит о заповедях Божьих. И Господь начинает перечислять, какие заповеди. Бога, ближнего, мать, родителей, щит. Я это все соблю. Мы даже не представляем, какой это был хороший юноша. Сегодня люди приходят и спрашивают, что мне делать, чтобы спастись. Я думаю, ни одного вы не найдете в городе, где 700 тысяч человек, чтобы он сказал, я все от юности соблю. Он может сказать, от юности я все гречи собрал. Вот это он может сказать. Когда Стоевский говорит, десятилетие уже развратные, десятилетие уже развратные. А сегодня, скажем, не десятилетние, а более в раннем возрасте они уже все знают. Их сатана своими учебниками пользует. Школа развращает. Закон Божий в школу не допускает. А оказывается, есть определитель простой, что мы любим детей Божьих, посетили, навестили. А в чем это выражается, что мы любим детей Божьих? Я скажу, я любил, кормил. Я любил, поил. А как это проверить? А узнаем мы с того, когда любим Бога. А любим Бога тогда, когда мы Его святое слово в сердце держим. Мы не можем любить Бога, которого не знаем. А о Боге мы ничего не знаем. Повторяю про себя каждый. Мы ничего о Боге не знаем, запятая, кроме написанного в Библии. Ну и, конечно, кроме того, что ты исследуешь. Как Ломоносов говорил, две книги Бог оставил людям. Одна книга природы, это и космос, и макро, и микрокосмос. Это Библия, второй закон. Там мы познаем величие Божие. В творении здесь мы познаем высоконравственный закон, данный нам для спасения. А я люблю детей Божьих. Я люблю ближнего. Мусульмане любят, буддисты любят, коммунисты любят своих. Все любят. А дальше-то, говорится, узнаем мы с тобой, если любим Бога. А Господь говорит, а если меня любите, соблюдите мои заповеди. Да где нам уж грешному угнаться за святыми? Огонять это и не надо. Ты только доверься Богу, у тебя будет другое побуждение. А вы мне напоминайте, когда нужно говорить хорошее. Не надо напоминать. Вы мне подсказывайте, где я раться не должен, где я злиться не должен. И за каждым делом бегут батюшки, в обкину едут. Если ты верующий под водительством Духа Святого, тебе совесть подскажет. Я первый раз, когда прочитал у Златоуста это выражение, что Евангелие вторично, я остановился. Как может быть Евангелие, когда на первом месте? Он говорит, нет, на первом месте совесть. И когда совесть заглохла, неписанный закон, Бог через совесть действует. Тогда Бог дал писанный закон. А это Евангелие-то, оно нам не нужно совсем, если бы мы жили по совести. Нет, все отражается. Мы Евангелие только о Христе, чтобы узнать имели. А как поступать правильно-то? Ты сейчас совсем бессовестный, говорит, не понимаешь. Торгуешься, когда начинают упрекать, креста на тебе нет. Раньше это было очень сильное упреждение противника, чтобы он в ответ ничего не сказал. Креста нет, значит, ты о жизни вечной не думаешь. Креста нет, значит, ты не веришь во Христа? Ты не веришь, что суд Божий будет, где крест будет сиять на всей вселенной? Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Мы говорим о западе Божьей. Какие? Сколько? Это нам кажется так просто все исполнять. Нет, для иудеев это закон из законов был. Они в первом классе, приходя, уже знали эти заповеди. Интересно, мальчика пятилетнего еврейского спрашивает, учитель, с пяти лет, как добыть себе жену? И он пятилетний знал. Первый способ тот. И начинал говорить, что он полюбит, родители согласны, теперь заплатят колым, вену называлось, и приобретет. А второй, брат у меня, если умрет бездетный, то я должен взять его жену и семя, ему поставить семя. Сам-то семечко еще. Знал. А третье, если на фронте буду, какая понравится, завоюю ее, то привезу, ногти ей обстрегу, волосы обстрегу, и провез сколько дней она по отце, которого я убил отца у ней. Брата я убил. И она пусть скорбит. Но теперь она моя жена. Он знал это. У нас знает только одно, как развестись. А как добыть, не знают. А развестись способ очень много. Нет только способа, люби жену. Люби не тогда, когда она красивая, здоровая, сочная, а тогда, когда она дряблая, когда она больная, и тогда продолжай нести на руках своих. Когда она будет противоречить, и другого закона нет, люби. А это вот заповедь. Еврей знал 286 заповедей. А какая наивысшая? И Господь свел все заповеди в две. Сколько скрижали Бог дал? Две. На одной четыре заповеди, как любить Бога, на второй шесть заповедей, как любить ближе, не убей, не укради, не прелюбодей, не прелюбодей, не отца и мать. Это все наши взаимоотношения. И вот Христос предупреждает нас, чтобы мы себя проверяли. Я люблю Бога. Господь говорит, любите меня, проверить очень легко. Открывая Библию, начинаю смотреть. За нашим языком следить никто так не может, как мы. Почему Сарахов говорит, что все наблюдатели, на высоком месте сидящие, не подскажут так, как моя совесть. А как за мной не смотри, а я внутри-то, может, говорю, а думаю и другое. Делаю, а делаю с другим намерением совсем. Третье ездры, 15-24. Горе грешникам, не соблюдающим заповеди моих. Прямо написать на стене, горе грешникам. Где? А при входе, в краевую администрацию. И написать, в краевую прокуратуру, о себе, горе грешникам, не соблюдающим заповеди, в тюрьме написать, в школе. Нашелся учитель в Америке и взял, написал заповеди Божии. Потом подумал, нет, надо это дальше. И он начал дальше ходатайствовать, говорит, и на камни высыпли, и в прокуратуре установили. И впадали на них, какие это, не христиане, в суд, и что это не соответствует Конституции, и убрали это. А вот, говорит, свободная страна, Америка, не совсем свободная, она свободная в другом направлении. А одной нации дают свободу, глушить другую. Чтобы христианство, истинно, настоящее, никто не знал. А ересим, там свобода. Серахом, Серахова книга 2.26. Если желаешь ты премудрости, то соблюдаешь заповеди Господни и дастся тебе. Хочешь, чтобы Риган хорошо учился, чтобы он умнее у тебя был, учи его заповеди Господни. На один день тебе ребенка, внука дадут, на один час ты успеешь ему многое сказать. Покажи, как молиться. Дыша ребенка, как пластилин, все, ты можешь выдавить, там две скрижали. Это Бог все сделал. Сына, мы умрем, мы все умрем. А там предстанем отвечать, да все будем. Вот как учили. Садишь на засол, написано, учи его. Идешь в дороге, учи. Вот, а в законе прямо написано, не будешь учить, он тебя учить будет. Сирак 29,6 Помни истление, и смерть, и соблюдай заповеди. Наше первое место, помнишь, что ты смертный, Бог будет спрашивать, как соблюл его заповеди, и помнишь, что ты тленный, а как соблюдать заповеди, после смерти их не соблюдешь, надо сегодня. И так успевай. С утра уже в молитву надо включить. Символ веры, там многое заложили. А вот это-то, Господи, да помоги нам исполнять твои святые заповеди, которые ты дал во Святой Библии. Слово Библии, символе веры, вообще не упоминается. Как это можно было? Исходящее от отца, сына, спорили-то о том, о чем Бог совсем не спросит. Символ веры, надо обязательно было заложить, то, что на суде Божьем спросится. Люди приходили к Иоанну Затавусу, спрашивали, вот деньги у меня, что лучше, может на храм отдать, нам купол красивый надо поставить, иконы красивые, батюшке Ризы новую купить, или бедным помочь. А у меня денег много, я могу храм построить, сегодня русский это строит, новая. Иоанн Затавус говорит, делай то, что на суде Божьем спросится, да не ошибешься. Простой ответ, не надо ничего придумать. Про икону Бог тебя спросит на суде Божьем. Про мощи, про Ризы священческие, хотя это и надо. Но ты делай то, что, ты же спросил, что важнее, я тебе говорю, что важнее. Что на суде Бог спросит о соблюдении заповедей? А какие заповеди? А вот попробуйте так, возьмите сегодня чистый лист бумаги, напиши, заповеди, которые я люблю, охотно исполняю, даже не задумываясь о них. И другое, заповеди, о которых я не думал, и заповеди, которые я не соблюдаю, а есть заповеди, которые я обхожу, чтобы не попасть под их влияние. Вот так. Приняли странников? Приняли странников? На квартиру-то не примут. Я вам вчера говорил, член нашей общины, одинокий человек, за квартиру больше трех тысяч платит каждый месяц. Нормально. Наша община исчезнет, а позор еще будет стоять. Да ты все время ищи, когда найти того, кого взять к себе на один квадратный метр. Надо мной смеются, у меня комната разбита на квадскарты, на три этажа всегда. Где я жил там? Двенадцать квадратных метров и восемь десятых. И у меня один человек ночевал, а которые на полу не спали. Вся комната была в три этажа. Обыкновенная комната. Другая комната в другой перешел. Точно та же. Здесь живу, точно та же история. Зайдите в любую комнату. Приезжает глухонемой, где? А здесь готово. Я могу десять человек принять. Почему? А я жаждал этого с первого дня. Когда обратился через колон, у них всегда были странники. Я складился в молитве и сказал, Господи, дай мне вот такую жизнь, как у дяди Ниши. И Бог услышал, дал точно такую же все странники, сел будет здесь. И он жил, не имел своих детей. Точно так же у меня все получилось. Он заботился об одном. Кто бы ни был, они получили Слово Божие. Я никогда в одном экземпляре не имел ни одной книги. Никогда. Когда двери открыли для Слова Божия, люди не знали, где Библию. Через мои руки прошло, если не ошибаюсь, десятки тысяч Библий. В других республик завозили. Мы людей посылали, искали. А кто не делал, я скажу точно, не один до Дальнего Востока. Мне больше это не надо, чем тебе. Я просто в каждом человеке видел человека, у которого нет зрения. И вел работу в милиции, идут с рюкзаками, прокуратуры с рюкзаками, везде пропускали. В какой бы организации не пришел, и наконец у меня какая-то жила лопнула. Или что-то сделалось. Едва-едва врачи зато вылили. Верками перетерло плечо. Ну что, мы на равных придем к Господу. Ты полюби Слово Божие. Я вам говорю сегодня о наших книгах. Распространяйте. Ищите. Если даже одно слово где-то написано божественно, ты его ищи. Не где против, а где за. Хочешь иметь мудрость? Сирахат молчает 38-15. Обращайся всегда только с мужем, благочестивым, о котором узнаешь, услышишь, что он соблюдает заповеди Божьи. С кем ребенок должен дружить? Кто к вам в гости должен приходить? Заповеди соблюдает он. Кто бы он ни был, он заповеди соблюдает. Даже не зная Писания, ты видишь, он любит ближнего. Он заботится о родителях своих. Постарайся дружбу завести. Я Иоанн. Исход. 20-го. 6-й. Творящий милость за тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Хотите, чтобы дети были благословенны? Соблюдайте заповеди. И роды следующие, и тысячи родов будут благословенны. Слово соблюдать в заповеди в Библии встречается 62 раза. Больше, чем по одному разу на каждую неделю. Бог напоминает и долбит, и долбит нам, чтобы мы помнили заповеди, только бы не нарушить его заповеди. А без заповеди ничего нет. Смотрите, какие деньги платят государство разным инспекторам, которые наблюдают за соблюдением судебных решений, вот эти судебные приставы. Я на них прочитал, и они говорят, мы вернули государству не рубли, а миллиарды рублей. Те, которые не хотели выполнять закон. Оказывается, государство понимает это очень хорошо. Должны быть наблюдатели. А главный наблюдатель опять совесть. И с утра проси, Господи, да будет во мне пробужденная совесть, чтобы я видел, где нарушается заповедь, и где посигновение на нарушение заповеди, чтобы я сразу вздрогнул. Ибо за нарушение заповеди испытывать нас будут не только ангелы, демоны, бесы на мытарство. И они будут показывать, воздействие нарушил, воздействие не так сделал. Вот считаешь, 20 мытарств. И главное, бесы учат нас. Так они и сегодня нас учат. Через ближних, ожесточившихся родственников указывают, где мы не такие. Вот ты верующий называешься, а что ты делаешь, а как ты разговариваешь, а как ты с матерью там поступил. Нам обидно. Конечно, не нравится. Но когда задумаешься, враги нам лучшие друзья, они нас учат тому, что друзья не скажут. Псалом 118, 65 стих. Спешил я и немедленно соблюдать заповеди твои. А куда спешить-то? Я дома сижу. А кому-то где-то помочь. Сказать. Ты всегда узнавай, чем я могу быть полезен. У тебя есть машина. Тебе трудно один раз позвонить и сказать, я тебе не нужен, у меня колесница есть. Что-то у тебя лишнее. Ты всегда спрашиваешь, кому это нужно. А вы видите, что мы делаем. Простое дело. Пришла осень, я опять же говорю, Господь это может сделать. Мы простое дело. Взяли лопату, пошли накопали хрен у два мешка. А в городе-то его нет. А мы приехали и спрашиваем, кому нужно. Разложили, а вы как голчата уже где-то летели. У тебя-то тоже этого добра в сто раз больше. Ты не неси, а спроси сначала, кому что нужно. У тебя яблоки, у меня картошка. Зная с друг другом, мы делимся не яблоком и картошкой. Мы любовью делимся. Бог так делает. У тебя одна специальность, у меня другая. И имея нужную друг другу, мы поневоле имеем общение. А без общения нет прощения. Любящие Господа имеют общение. Они не по кельям сидят. И Клисиаст 8.5. Соблюдая заповеди, соблюдающие, не испытает никакого зла. В обратном порядке. А если много зла, не соблюдали заповеди. Большего зла ни одна страна не претерпела, чем Россия. Она была разгромлена. 57 тысяч храмов было разрушено. 1275 монастырей было сожжено. Значит, заповеди не соблюдали. И главная заповедь, любовь к ближему. Никто не нес слова. За Библией гонялись. Ее не давали. Эклисиаст 12.13. Ты хочешь знать, что же самое главное в жизни? Эклисиаст, то есть Соломон, все. Эклисиаст это проповедник. Если я проповедник, я Эклисиаст перед вами. Ты вышла сейчас, когда ты женщина, ты тоже Эклисиаст. Представь себе, именем твоим будет названа книга, она уже названа. И он говорит, мы слушаем сущность всего. Бойся Бога. Так пальчик загибай. И заповедник соблюдай. Потому что мы там все для человека. Бойся Бога. Бог наказывает не за то только, что ты делаешь, а что не делаешь. Грех тому, кто мог делать добро, и добро не делает. Знает добро, и ничего не делает. Зло это не просто пти убить, а ты сидел и мог защитить. И не вышел из дому. Мы считаем, когда про героические поступки людей нам приятно считать. Как человек, бывает не в своей даже работе, с работы ехал один милиционер, и слышит что-то чакает. Он по звуку определил, что это звук пистолета. А они только что убили одного милиционера, едут и пистолет пробуют. И он один, двоих, сумел задержать его задачу, чтобы они не выстрелили здесь в автобусе. И автобус пригнал прямо от милиции. Считаешь, ужас берет. И он не на работе в это время был, был свободный. Другой раз милиция едет, не могут осадить хулиганов. Они на большой машине едут. И впереди переводят детей с плашками через дорогу. Они на красный свет идут. И он со всей скоростью машину свою бросил под колеса этого грузовика. Все погибли. Но дети были спасены. Как Бог посмотрит на это, мы же этого не знаем. Но главное-то, что у них было намерение спасти кого-то. И выше этого может еще нет. Мы не знаем, как Бог оборотится. Были ли там верующие в этой машине. Но нам-то какой пример дается? Матфея 19.17. Если хочешь иметь жизнь вечную, соблюдай заповеди. Иоанн 14.15. Вы хотите проверить, что вы христиане? Христиане любят своего Христа. А если любите меня, соблюдите мои заповеди. И прямо в молитве надо спрашивать Господи, а какие заповеди я не соблю? Вы молитву свою расширяйте. Не просто я не знаю, о чем молиться. Один поклон сделал. Сто поклонов надо делать. Хотя бы. Господи, а какие заповеди я не соблюдаю? Господи, я благодарю Тебя, где заповеди я Твои соблюдаю. Укажи мне это, чтобы я начал ревизию в душе делать. Господи, дай мне таких друзей, которые помогли бы мне в себе разобраться. Может, действительно, я давно отошел от Тебя и этого не чувствую. Ну, неделю, раз в месяц явлюсь, отстоял, ушел в храме. Иоанн 14, 21. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот возлюблен будет Отцом Моим. Награда-то какая? Сам Бог, Отец и Его, будет любить Тебя. Ты будешь близок Ему. Тебя будут упрекать, что-то не так. А ты только опусти глаза и скажи, благодарю Господи. В этом я не виновен. Сатана будет обвинять и в том, чего мы не делали. Иоанн 15, 10. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей. 1 Иоанна, 2 глава, 3 стих. А что мы знаем Его, познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Знаешь ты Бога, Христа, знаешь, если соблюдаешь заповеди Его. А заповеди ее не тяжкие. Делать добро, простить. Вот чтобы отомстить, знаете, надо засаду делать, на свою сторону кого-то приобретать, подумать, как тот суд подаст за то, что я оскорблю, ударю его. А заповедь любви ничего этого не требует. Я его любил. Но зачем же его любить-то, он пасет делает. Последствия уж очень хорошие. Надежда на то, что он обратится, да, что у меня врагов нет, я опасаться не буду. Я говорю, меня страшно удивило, когда читал разные повести о южных народах, где кровная месть возведена в правило, что оказывается выше кровной мести, если прощает кто. Если простил его, хотя мне разрешается достать его, догнать, пока он до города убежище не добежал, и поразить его за смерть брата. Но самое дорогое, если даже убийцу собственного сына я просил и принял и спас его от угрожающей его опасности. Иоанн, 1 Иоанна, 2 глава 4 стих. Кто говорит, я познал его, но в Западе его не соблюдает, тот лжец, и нет у него истинных. Сказать, что я соблюдаю, не стеряется в Библии, а лжец. В этой лжи вся Россия пребывала. Доступали до исповедей, до исповедей запускали их, а они причащались, а заповеди не знают. А заповеди ежедневно нарушались. Ну, знали посты. Когда в какой нарушали, все наблюдали за этим. А главное, это Слова Божия не было. Познай волю Божию, исследуй себя. Это заповедь. То есть заповедь означает заповеданно. Испытывайте себя, верили вы. Исследуйте Писание. Ибо через Его вы думаете иметь жизнь вечную. А что в нем? А оно обо мне свидетельствует. Люди Христа совсем не знали в России. Совершенно. Знали одно. Бог терпел, нам велел. Очень выгодно было. А Бог, который человек рисует, на одной ноге стоит, а вторую поставить негде. Такой участок у него земли был. Чего бы ради народовольствия шли? Чего бы ради они жизнью жертвовали? Вы видели, как людям-то живется. Считаешь, святочные рассказы только одно. Он жил, бедный, умерла. Детишек кормить нечем. Вышел, вдруг ангел или кто-то пришел, подал что-то. Ну ты один подал. А это речь-то шла о миллионах. Даже если правильно там написано. Первое Иоанна 3.23. И чего мы не попросим, получим у него от Бога. Потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное перед ним. То, что молилить не получили, это все знают. Я просил, не получил. Вот здесь же условия поставили, если соблюдаем заповеди. Почему ты не подошел и не сказал? Да, я начал молиться, как вор. И не выполнил то, что я обкрадывал Бога, ближнего. А теперь прошу, да ты заранее обречен на поражение. Молитва не услышана будет. В молитве стоит вето отказать. Почему? А надо заповеди соблюдать. Прежде чем начинать молиться, встань, проверь себя. Написано в молитве, не искушай Бога. В просьбе своей знай, что открыты двери. Сегодня, Господи, я свободен. Если нечаянно что сделал, прости меня, услышь мою молитву. Почему одного Бог слышит, другого не слышит? Ты загородил это неисполнением заповеди. Путь к Господу. 1 Коринфянам 7.19 И обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповеди Божьей. Если мы понимаем, что обрезание означает крещение, страшно подумать. Что и крещение может ничего не дать, а еще и спрос будет больше. Крещение правильно принято, все. А заповедь не соблюдал, да какая же польза от этого? Откровение 14.18 Здесь терпение и вера святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Чтобы правильно дети закончили жизнь, чтобы не участвовали в убийстве, ни в Чечне, нигде, все заповеди Божьи. Здесь терпение. Откровение. 20.14 Здесь написано, чтобы мы всем сердцем любили Бога. Несколько мест прочту, где говорится о том, как любить Бога всем сердцем. Это Второзаконие, 6 глава, 5 стих. Люби Господа Бога всем сердцем. Так что Христос не новую заповедь дал. Хотя Иоанн говорит, что заповедь новая. Матфея 22.37 Возлюби Господа Бога твое всем умом, всем сердцем. 1 Петра 2.17 Всех почитайте. Братство любите. Бога бойтесь, царя чтите. 1 Иоанна 4.10 Не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы ничего доброго не сделали. Когда жили в мерзостях. О чем, говорит, стыдно даже сегодня говорить. А Он уже нас любил, ждал, терпел и влег к себе. 1 Иоанна 4.20 И как можете любить Бога, которого не видите? И говорят, что люблю брата. А брата ненавидишь, которого видишь? Так это же обман. 1 Коринфянам 8.3 Кто любит Бога, тому знание дано от Бога. И поэтому ропот на то, что нет памяти, не можешь заучить ни одного места Писания, упирается в то, что не соблюдаешь заповеди Господней. Если любишь Бога, я в это никак не могу поверить, что Бог оставить тебя без света не может быть. Если ты вопиешь к Богу и заповеди исполняешь, Господь обязательно даст людей. Какая-то в записи будет тебе Библия для жених грамотных, как мы тогда магнитофоны покупали, начитывали. Бабушки все равно услышат. И отсюда мы сделаем сегодня вывод, что если мы любим детей Божьих друг друга, то будем соблюдать заповеди Его, не только по воскресным дням приходя сюда, но ежедневно, каждый день и всякую ночь об этом просить Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...